Почему существуют приливы и отливы в океане? Это в высшей степени естественный феномен. Но говоря «естественный», я использую это слово в расхожем смысле. Это не природный феномен, но феномен божественный. Но океан совершает движение в определенном направлении. Возможно, это хороший пример, поскольку есть такое явление, как фазы луны. Лунные фазы означают, что в ситуации определенной фазы океан очень бурный, а в ситуации другой фазы он относительно спокоен. И игры Кришны подобны этому. Они динамичны, они не статичны, они не стагнируют, они не монотонны. В них не существует лишь одного измерения и одного направления развития или движения. Но сладостная воля Кришны… Примечательно, когда нам говорят о Вриндаване и играх во Вриндаване. В известном смысле, с определенной точки зрения, можно увидеть и задать следующий вопрос, как во Вриндаване могут быть демоны. Это просто невозможно, немыслимо. Но если мы понимаем концепцию лилы, божественной игры, тогда мы можем даже понять необходимость, потребность демонов, поскольку Кришна, нам говорят, кто такой Кришна, это нескончаемый экстаз. Концепт стагнации находится где-то на периферии нашего концептуального восприятия. Как Гуру Махрадж имел обыкновение говорить, вода, которая не движется, стагнирует, портится, но когда присутствует течение, движение воды, то вода остается чистой, приносит здоровье и так далее. И игры Кришны во Вриндаване, о чем пишут комментаторы Ачарьи, это игры безграничного, которые движутся со скоростью безграничного в определенном направлении. И экстатичная природа этих игр возрастает, вечно растет, вечно растущий экстаз. И по контрасту в этих играх наступает время для обеда. Кто-то из персонажей этих игр говорит, «Я голоден, я голоден», вторят ему другие, «Давайте пообедаем». И они садятся на берегу реки Ямуны, у них у всех есть коробочки с блюдами, которые приготовили их матери. Задумайтесь. Матери этих отроков, пастухов, являются в высшей степени квалифицированными преданными. Даже утверждать подобное оскорбительное. Это при уменьшении квалификации. Немыслимо, насколько они квалифицированы, что эта квалификация позволяет им быть матерями отроков-пастухов в играх Кришны. Что они сделали такого, чтобы Йога Майя провела кастинг и утвердила их на эти роли? Мы слышим о том, что в играх Кришны кастинг проводят, и сценаристом является Йога Майя, как в Голливуде. Когда проводится кастинг, то это отдельный раздел кинематографа, и это крайне важно найти подходящего актера на ту или иную роль. Это в известном смысле наука. Кто станет играть эту роль? Таким образом, это выдающиеся в смысле своей квалификации преданные эти женщины. И подразумевается Яшода, Высшая Мать Кришны, Яшо, Яша, Яша означает также «слава». Она одаривает славой других, раздавая, распространяя свои тенденции к любовному служению и являя эти тенденции к любовному служению в Кришна-лиле. И Парикшит Махарадж, слыша, когда Яшода видит Вирата-рупу во рту Кришны, это происходит дважды в рамках этой определенной игры. Она заглядывает ему в рот, и происходит дискуссия о том, не находилась ли Вселенная в его желудке, и так далее, и тому подобное. Она заглядывает Кришне в рот и видит все мироздание. Это нечто выдающееся, из ряда вон выходящее. И Парикшит Махарадж спрашивает, «Нандаким Акарод Брахман, Свея Эва Маходайан, Яшорва Махабхага, Паппо Ясья Станам Хари». «Нандаким Акарод Брахмана, что, спрашивает он, сделал Нандаким Акарод Брахмана, что позволило ему стать отцом Кришны, который в образе маленького ребенка ползает во дворе его дома. Тот Кришна, который с определенной точки зрения Верховный Брахман, который Парадевата, та Параматма, которую в своей медитации ищут йогины, он это Параматма, и он Бхагаван, Брахман Параматман и Бхагаван, и его экспансии, многочисленные инкарнации, аватары и даже Вишну, Нарайан, Владыка Вайтунтхи, Лакшми Нарайан, Ситарам, и столь многие другие аватары и инкарнации, когда Сута Госвами услышал Бхагаватам, тот Бхагаватам, который поведал Шукадар Парикшиту Махараджу, Сукра Талия, в окрестностях современного Деля, и впоследствии Сута Госвами произнес этот Бхагаватам в Дайме Ширанье в обществе 60 тысяч мудрецов. И когда он рассказывает о многочисленных аватарах, я думаю, что Шрила Санатан Госвами Бхагаватам говорит, они могли подумать, что Кришна и Бхагаватам один из этих аватаров, поэтому он, Сута, подчеркивает, но, хотя Кришна всегда находится в середине, в центре, и это также нечто таинственное. Центральная концепция Абсолюта – это всегда середина, золотая середина. Он – Вайшья. Он не Бхамин, и он не Шудра, но он Вайшья. Но это другой таинственный намек, указатель на природу, концепция Кришна-лила. Кришна-раджи-текакела-сарватам-нарлия-нарабапу-тахарас-руб, Гопа-бэйш, Вейну-кар, Навакишор, Нотабар, Нар-ли-лахой-ану-руб. Гуру Махараш цитирует Чандидаса, который говорит, пишет, что из всех форм жизни человеческая форма жизни высочайшая. И гуманисты, если вы станете читать в Википедию, статью в Википедии о Чандидасе, то вы прочитайте. Чандидас был одним из первых гуманистов, поэтов в истории бенгальской литературы, который подчеркивал, что человеческие существа занимают высшее положение. Но Гуру Махараш говорит, в действительности Чандидас заявляет нам скрытым, таинственным образом. Они считают его предпочтение Кришна-любим, чарующим. Но в действительности он гуманист, утверждал о ней. Но Гуру Махараш объясняет, если все это сложить, то получится следующее. Человек занимает более высокое положение, даже нежели чем Бог. Но он привязан с другой стороны к концепции Кришны. И о чем это говорит? Если привести два положения в гармонию, это говорит о том, что опракрито лила Кришны, человекоподобные игры Господа Кришны высочайшие, когда Бог играет в образе человека. Когда бесграничное движется, живет в среде ограниченных существ, словно одно из этих существ. И это нечто из ряда вон выходящее. В Италии мы были рядом с городом под названием Ассизи, Святой Франциск, Ассиски. Вы слышали о нем, правильно? Ну, конечно, вы не могли не слышать. Святой Франциск, город Сан-Франциско, назван его частью. Сахаде Фрабкова расскажет вам потом, кто такой Святой Франциско. Да ладно, вы знаете, о ком идет речь. Брат Солнца, Сестра Луна. Кто-то слышал об этом? Да, вот теперь мы знаем. Об этом мы слышали. И я хочу сказать следующее. Все видели этот фильм? Да, да, да. И там есть сцена, где римский папа находится на высоком ступеньках, два человека, держит корону над его головой. Она настолько огромная, что ее невозможно носить. Она настолько большая, тяжелая. Два человека держат ее над его головой. И Святой Франциско декламирует свою поэзию «Брат Солнца, Сестра Луна». Ну, это такая, своего рода, версия New Age тех событий жизни святого. И у всех перехватило дыхание. Как ты можешь, когда осмеливаешься, говорить подобное присутствие папы? И затем папа спускается вниз и заявляет, «Когда-то я был искренним, когда я был молод. Боже, помоги мне, Господи Иисусе, что случилось?» Но идея состоит в том, что Бога представляют как некую очень отдаленную, высокую фигуру, которую практически невозможно увидеть. Но в концепции Кришны, Бог, нисходит для того, чтобы занять, казалось бы, низшее положение. И Он, безграничная Верховная Реальность, живет и движется, действует среди ограниченных существ так, словно Он одно из них. Сута Госами думает, они могут считать, поскольку, как и все аватары, когда Он нисходит сюда, Он нисходит через Вишну. Именно так аватары нисходят. Они нисходят в это измерение бытия, и Кришна поступает так же. Но, возможно, они подумают, что раз происходит так, то Кришна относится к рангу этих аватар. Но то, что конечно ограничено для Кришны, это еще одна поразительная истина. Опять же, Гуру Махрад цитирует это утверждение. Когда Арджун пребывает в растерянности, он ошеломлен, видя вселенскую форму, Кришна по сути, Кришна говорит Арджуне, «Ты мне скажи, когда с тебя будет достаточно». То, что ты считаешь, говорит Кришна Ему, великим и безграничным, это всего лишь атомарная частица для меня. И примечательно, что Арджуна просит прощения, когда он видит Вират-рупу. Он до этого сидел с Кришной на одном уровне, он обращался с Ним, как с другом, и он просит за это прощение, когда он видит Вират-рупу. Но Яшода, увидев Вират-рупу, ни за что не извиняется. Когда она видит Вселенскую форму и Роздание во рту Кришны, то Гуру Махараш говорит, когда кошка мяукает, и Кришна устрашается и цепляется за платье матери с тем, чтобы она его защитила от кошки, и она думает, «Нет, нет, он мой сын». Она забывает об этой Вират-рупе. И другой Бхагават-ачарья, я имею в виду, другие комментаторы Бхагават-а-чарья, и Сарасвадия Такур также это упоминает, объясняет, каким бы великим ни было то зрелище, что предстало ее взору, Вират-рупа, Вишвар-рупа, это зрелище Вират-рупы, Айшваре, чувство Айшваре не в силах разотмить ее материнскую любовь к нему. Это зрелище Вират-рупы не могло выстоять в присутствии такого потока чувства сердца. И для нее это было лишь, скорее, секундное осознание Божественности, Кришну, Его природа, величие, могущество, Айшваре, на мгновение. А затем она вернулась в нормальное состояние. И Парикшет Махарад, слышав все это, спрашивает, а что он сделал? Поскольку теперь верховная реальность ползает во дворе дома Нанда Махараджа. Скажи мне, какую садуну он совершал, что он этого достичь? Какие тоскезы он совершал, повторял особые мантры, или совершал особую медитацию, или занимался благотворительностью? Что он делал, чтобы достичь этого положения? Яшодаба Махабага. И здесь Чакраварти Такура говорит, но Бхага, то есть благая удача, в этом контексте Яшода, даже превосходит Бхагу, Нанда, поскольку во дворе дома Нанда Кришна верховная реальность ползает в качестве ребенка, но эта верховная реальность сидит на коленях Яшоды и сосет ее грудь. Что они сделали? Спрашивает Махараджа Парикши, и ответ следующий, они ничего не делали. Речь не идет о том, что ты что-то делаешь и в результате этих действий занимаешь это положение родителя Кришны, но это естественный поток любви в их сердцах. В Бхакти Расамрита Синду, в разделе, посвященном Видье Бхакти, Садана Бхакти, Рупа Госвами классифицирует преданных. Там есть описание категории преданных. Но, когда доходит до Рага Бхакти, он говорит, это Рага Бхакти настолько свободно и открыто, что в этом разделе я просто приведу вам примеры Рага Бхакти, и эти описания дадут вам определенное впечатление. На более ранние стадии можно рассматривать последовательный рост и развитие, но в данном случае, когда некто чистый преданный Кришне и спонтанный поток эмоций любви течет в его сердце, когда речь идет о таких личностях, никакие факторы их не ограничивают. И в связи с этим можно заметить следующее, это также примечательно. Преданные неофиты, начинающие преданные, они думают, иногда они даже говорят, Рага Бхакти не следует никаким правилам и предписаниям. Мы Рага Бхакти. Мы хороши тем, что не следуем правилам и предписаниям. Это все чувство сердца. Но не это составляет Рага Бхакти. Говорится, благодаря своей премии естественному потоку чувств сердца никакие правила и ограничения не должны препятствовать этому потоку. то будет отрицание чистой любви и нежности к Кришне. Речь не идет о том, что они не следуют правилам и предписаниям и поэтому здесь присутствует определенная разница. И примечательно, чайтанья Бхагавата заканчивается очень таинственным образом. Это окончание даже не похоже на окончание на конец книги. Она просто останавливается. Повествование прекращается. Это не традиционное окончание книги. На чем она останавливается? Пундарик Видянитхи, Према Нитхи, Ришабхану Махараджи, Олицетворенная Према. Что говорит Махапрабху? Махапрабху говорит, теперь, когда я увидел его, моя жизнь совершенна. Я увидел Олицетворенную Кришну Прему. Он не Видянитхи, он Према Нитхи. Но, так или иначе, он находится в Пури, в Пундарик Видянитхи, и он видит, как панды подносят Божеству на крахмальные одежды. Он думает, во-первых, отказаться от этой практики, потому что одежда становится жесткой, необходимо отмывать ее от крахмала и уже затем предлагать Божеству. И что происходит? Джаганат, то есть Баладев и Господь Кришна является к нему во сне и дают ему пощечины. И когда он просыпается утром, его щеки раздулись, но он очень счастлив от пощечин Кришны и Баларамы. И они говорят ему, зачем ты приходишь сюда, где совершает свое течение, поток чувств сердца и ты вмешиваешься. Ты собираешься навязать этим людям правила и предписания и сдержать этот поток. Мы также слышим о том, как Рамануджа-чарья пришел в Фурии, пытался установить там види-мар правила и предписания, и в ту ночь Верховный Господь перенес его в Южную и милостью Верховного Господа это случилось. Идея в том, что возьми свой види-марк и отправляйся с ним в Южную Индию, устанавливай его там. Однажды мы были в Санкт-Петербурге, и Шила Гурудеф заметил, он, конечно, шутил, но в то же время он сказал, когда речь зашла о поклонении Божествам в храме, он сказал, види-марк это для Индии. Не для России. Не для России. То есть страны, где солнце, если оно вообще встает, иногда оно даже не восходит. Когда у нас восход солнца? Через несколько месяцев. Когда восход солнца? На следующей неделе. А в другое время солнце восходит? В 10 утра. А когда у нас Мангаларати? В 8.30. Когда будет Брага Мухурта? В 10 утра. И таинственная зона. И Горуда шутливо заметил, види-марк для Индии, но здесь мы можем менять существующие правила. О чем я говорил? Да, и он спрашивает, что сделали Нангаларати и Яшода? Мы не считаем, что есть причина и следственная связь. Они что-то сделали и достигли этого положения. Хотя иногда Пурана, которая содержит множество историй, и есть разные смысловые уровни этих историй, как, скажем, в Гарго-Санхите, возникает вопрос, как Радхарани обрела столь великую преданность Кришне? Речь не идет о том, что она достигла этого положения, но для того, чтобы наставить других, этим другим, говорят, она поклонялась Туласи Деве, она соблюдала Икадаши. И мы говорим, «А, ну, в таком случае я хочу обрести преданность, подобную ее преданности, я буду поклоняться Туласи и соблюдать Икадаши, некое таинственное благо, я благодаря этому получу». Мы слышим от Чакрабарти Такура, мы узнаем из его комментариев, объяснений, комментариев в 18 главе 10-й песне Шрима Бхагаватам Брама Вимохана Лила. Возникает вопрос, а что, если другие личности, помимо Яшоды, хотят стать матерями Кришны? Как их желание можно исполнить? Когда Брама похищает коров, для того, чтобы создать некий драматизм, привнести элемент драматизма в Лилу. И существует безграничное множество измерений Лилы. И в определенный момент, когда Кришна отправляется на обед, когда экстаз становится слишком интенсивным, им необходим перерыв, и тогда Лила направляется в другую сторону. И вот когда они возвращаются с обеда, они видят, что они потеряли коров и телят. «Сиди здесь, отдыхай, наслаждайся обедом». Я их поищу, говорит Кришна. Кришна отправляется и видит, что Брама похитил коров и телят. И Кришна является в образе точной копии этих отроков, восстухов и телят. И говорится, «Он играет определенную роль». Кришна видит, как работает Лила Шакти, Йога Майя, различные типы энергии. И он также думает, это поистину нечто чудесное, удивительное, как это все происходит. Время от времени он также дает высокую оценку, он поражается тому, что происходит. но на протяжении года земного лета исчисления, когда настоящие отроки-пастухи отсутствовали, их матери стали замечать, что до этого у них были некие секреты. У всех матерей есть такие секреты. секреты в смысле проявления их любви к детям. И до этого они знали, что хотя у них есть собственные дети, каждая мать больше всего любит собственного ребенка. Но в то же время они чувствовали в глубине сердца, что они используют особое влечение Кришне, хотя Кришна не их родной сын. И опять же, это паракия-бхава. Это чувство принадлежности другому слышит Яшода. Ходят слухи о том, что Кришна не мой ребенок. Он либо Бог с большой буквы, либо полубог. Люди говорят разное. И тогда паракия-бхава. Тогда возникает еще более интенсивная любовь и нежность, которая приближает Кришну к ней в ее уме. Это лила-ану-кул. Это избранный. Это означает ану-кул-ьяна-кришна-ану-шиланам. Ну, высокий уровень. Но так или иначе, эти матери, они знали, что иногда, хотя понимали они, Кришна не мой сын, но я люблю Кришну. даже больше своего собственного сына. Но внезапно, и это они считали странным. И теперь я люблю собственного сына так, как я любила Кришну. Они думают, что происходит? Они не думают, что со мной такое. я всегда любила собственного сына, но при этом я питала особую любовь и нежность Кришне, а теперь мой собственный сын, мой родной сын, я люблю его так, как любила Кришну. Почему? Потому что он и есть Кришна, который является в образе ее собственного ребенка. Это нечто изумительное с любой точки зрения, как это не проанализируя, и то же самое относятся к коровам. Мы можем сказать, о, давайте проверим, что у нас там написано в учебнике. Коровы это Шанта-Раса. Они относятся к этой расе. Но, опять же, теперь, когда Кришна стал их телятами, коровы думают, обычно я питала подобную любовь и нежность только Кришне, но теперь к своему собственному теленку я испытываю это чувство, я люблю его, как Кришну. И это дает нам намек, более чем намек на то, как Ватсалья-Раса распространяет свои пределы и охватывает других особо удивительным образом. Каким был вопрос? Волны. О, да, волны сознания Кришны. Да. Это интересный пример, потому особенно в Чаритамритаме, особенно в Чаритамритаме, особенно в Чаритамритаме, примеры волн часто используются. Волны экстаза в личности Махапрабху, иногда они уподобляются океану, в таком состоянии. Иногда это бушующий океан, океан в таком состоянии. Эк-бин-ду джагат Дубай одной капли этой субстанции достаточно для того, чтобы заполнить, наводнить всю Вселенную. Да, вот что я хотел сказать. То, что заставило Браму обыскать Вриндаван, и это то, что превратилось, развелось в Брама Вимохан Лилу, он слышал, как боги и богини танцуют и ликуют. Аг-хари, Кришна, Кришна, убийца Агасура, просто случилось. Когда все эти гандарвы, сирьи, и прочее, когда они пели и танцевали, и полубоги, полубогини, проливали цветочный дождь с небес и поклонялись к Кришне, то Брама, находясь на своей планете, Брама Локи, нам рассказывает, он услышал звуки этого празднества, ликования, и у него возникло желание узнать, что происходит, и тогда он увидел, как все эти боги, богини поклоняются этому маленькому мальчику как верховному существу. И поэтому он решил испытать Кришну. Но я хотел подчеркнуть следующее. Он услышал это. Иногда Гуру Махараш говорит, притхиби те ацхе джата нагарадхи грамм, сарбатра прачар, хори бэй мур нам, и есть другие аналогичные по смыслу шлоки и утверждения. И, как правило, смысл, как его передают, таков. Мое имя станет петь, воспевать в каждой деревне, в каждом городе этого мира. Но, говорит Гуру Махараш, иногда эти слова интерпретируют так, как по всей вселенной. Если это утонченная, тонкая духовная вибрация, или самая тонкая духовная вибрация, это означает, что она не ограничена пределами этого мира, где ее можно услышать, но в тонких измерениях ее можно услышать также и в других мирах. И мы узнаем от Живы Госвами. Он говорит, хотя Кали-юга в целом это нежелательное время, Кали-юга это океан всяческий скверный, но в силу одного великого достоинства, преимущества Кришна Киртана Намсан Киртана, в силу этого великого достоинства боги и богини принимают рождение в Кали-югу, чтобы воспользоваться этой возможностью. И по словам Гуру Махараджа, Дживы Госвами говорит, два положения нежелательны. Рождение в низших формах жизни в качестве животного и рождение в высших формах жизни в образе полубога, богини. потому что высшие существа в целом просто наслаждаются эффектами, плодами своей доброй кармы, а человеческие существа, человеческое рождение считается лучшим, рассматривается как лучшим. Мы говорили об этом в начале, но теперь уже в другом смысле мы это повторяем, поскольку в этом положении относительно хорошим или плохим человек может установить связь с Сангиртой на Махапрабху и воспользоваться преимуществом этой связи. Но что станет причиной этого? Гуру Махарадж любит цитировать поэта Маггум, который написал знаменитую поэму «Убийство Шишупала». И и в этой поэме говорит Шива Гуру Махарадж он упоминает следующее. Подобно тому, как нынешнее благо указывает на благоприятное будущее, если человек обладает сознанием Кришны, это указывает на его свет и очень важное будущее, природа этого будущего, выходящая за рамки мыслимового. Но также нынешнее благо указывает на связь с благом в прошлом. В прошлом должна была присутствовать некая связь с измерением Ниргуна. Это мир Сагуна, мир, в котором мы живем, Сатва, Раджа, Тамма, три модуса, материальная природа, но Ниргун то, что выходит за рамки этих гун. В данном случае речь идет о духовном мире, то есть посредники измерения Ниргуна, Вайшнавы. Шива Гуру Махараш говорит, нынешняя связь указывает на связь с прошлым. Как? Агьята-сукрити, гьята-сукрити, неосознанный контакт, взаимодействие, соприкосновение и добровольное сотрудничество. Подобно тому, как вот наша кошка, наша кошка слышит постоянно киртан, принимает просадам и даже совершает служение в храме, определенное служение. Действительно, она совершает сэву, это агьята-сукрити, но также кошка видит, думает, о, преданным нравится то служение, которое я делаю, и ее это поощряет, и она старается совершать его лучше. То есть, она сейчас находится в положении, когда она аккумулирует, накапливает сукрити, но эта сукрити пока буквально под землей, скрыта, пока она еще не видна отчетливо. Как Гурумах хорошо объясняет, когда человек попадает в автомобильную аварию, он лежит без сознания, то ему приводят доктора, и первое, что делает доктор, делают ему инъекцию. И он говорит пострадавшему, если вы меня слышите, то поднимите руку, и до этого человек был полностью без сознания, а теперь, когда он подает знак, что он слышит врача, врач начинает сотрудничать с ним осознанно. Это гьята сукрити, это добровольное сотрудничество с Ваишнавом, когда человек, живое существо, знает, кто он такой. И он готов добровольно сотрудничать. Так вот, измерения ниргуна, посредники ниргуна, просаду, шастра, гуру, ваишнава, просадам, нам, сангиртам, многие явления, подобные инъекции, которые делают тому, кто безсознателен. И после инъекции внезапно может наступить стадия добровольного сотрудничества с представителями мира ниргуна. Он может не артикулировать это отчетливо, может быть, не способен ясно выразить, что он чувствует. Это явление может оставаться скрытым долгое время, но оно присутствует, и различные состояния могут наступить, благоприятные для того, чтобы это явление стало очевидным. Но Гуру Махараш последовательно объясняет, говорит, от агьято-сукрити к гьято-сукрити. Когда сукрити накапливается в известной степени, она эту удачу проявляется как шрадха, вера. Это первый росток, который появляется над землей. Когда у человека рождается вера, однажды Прабхупат выразился об этом крайне просто. Если кто-то, сказал он, увидел преданное, и сказал себе, «Дай-ка я послушаю, что они говорят». Это может быть настолько просто, простосердечная позиция. «Дай-ка я послушаю их речи». Или человек услышал что-то о сознании Кришны и сказал, «Да, мне это нравится». мельчайшее мельчайшее семя одобрения. Просто одобрение. Позитивное отношение к преданным. Мне это нравится. Я рассказывал об этой девушке, когда мы проводили блог-ТВ, записывали программы с Сева Бавани в Калькутте. Там была девушка, она жила по соседству, по имени Апал, девушка-подросток, бенгальская девочка. Она приходила на эти программы и она также мне рассказывала, делилась со мной своим опытом, каково это быть девушкой-подростком в современной Индии, в частности, в Бенгалии. И однажды я ее спросил, «А что тебе нравится в сознании Кришны?» Она ответила, «Все». Без колебаний. Она ответила, «Все». Она не могла выделить один определенный аспект сознания Кришны, который бы ей нравился больше всего. Ей нравилось все. Но это говорит о высокой степени развития. И это не случайно, что она, эта девушка, родилась на этой земле. Гора, мандала, бхуми, джейва, чинтамани мани. С известной точки зрения, эта земля, земля бенгаль, это земля драгоценных камней, волшебная субстанция, чинтамани. И Прабода Ананды Сарасвати Таккор говорит, «Вишва гоора русе магнам». Мы говорим о волнах. Так вот, Прабодананда Сарасвати Таккор говорит, «Махабрабху наводнился в Вселенную Кришна Прэмой. У него есть зрение, позволяющее это видеть». Анандам Брамано Видван. Гуру Махараш говорит, в действительности, когда у вас должное восприятие, когда вы видите, что в конечном счете все есть Кришна, есть только одна субстанция, а два – Ян. Есть только Он, но в то же время есть градация. Это одна и та же субстанция, которая по-разному себя проявляет. Какова ее природа? Это высшая субстанция. Когда ты видишь эту природу, воспринимаешь ее такой, тогда ты воспринимаешь все реалии в бытии как эстетические. И, по словам Гуру Махараджа, в этой песне Бхакти-Винода Такура, Бхакти-Винода рассматривает различные философские школы. Он говорит, «Моя боль и мои страдания проистекают из разлуки с тобой, о Господь Кришна. Мы должны познакомиться с этой истиной и усвоить ее. Мы должны понять, рано или поздно, что источник всех наших, моих страданий и боли, которые я чувствую, состоит в разлуке с тобой». Об этом идет речь. Решение. Слышав о Кришне, говоря о Кришне, будет, да, она. Тот, кто приносит нам Кришну в форме божественного звука священных писаний, тот, воистину, наш благодетель. Он действительно заинтересован в нас, его сердце печется о нашем благе. Парадукхаду, Ваишнава. Но я испытывал боли и страдания в силу разлуки с тобой, но когда я гляжу на этот мир, я вижу, говорит Бхактевино, великое множество разных измерений жизни, множество философов приходят ко мне в качестве врачей и дают индивидуальные рекомендации. Гоу-тама, Патанджали, Ханада, Джаймини, Будда. И они все дают рекомендации. Попробуй это. Но, говорит Бхактевино, в действительности, все, что они говорят, мне можно классифицировать, разделить на две группы. Представители одной группы, Джаймини и другие, говорят, делай лучшее, что в твоих силах. Наслаждайся, насколько можешь, этим миром и будь добродетельным человеком. Вот и все. Карма-Вадди говорят, «Ну, я не знаю, существует Бог или нет. Что я могу сказать? Но я знаю разницу между хорошим и плохим. И я поступаю хорошо. Если Бог есть, то я поступаю хорошо. Если Его нет, то я все равно поступаю хорошо. Необходимо поступать хорошо. Правильно. В этом направлении следует идти. Зачем нужны все эти теории о Боге? И то, что они говорят, утверждает Бхактевино, это очень привлекательно в известном смысле. Будда говорит, «Мы все страдаем». Он не говорит, «Мы страдаем из-за разлуки с Кришной». Мы просто страдаем в этом мире, нужно растворить и уничтожить ум, и тогда страданиям придет конец, говорят буддистам. Я был на одной конференции в университете в Южной Калифорнии. У меня было 20 минут выступить. У представителей других традиций по 20 минут, и вот вышел буддист. Каждому давали 20 минут. И он сказал, «Если бы я использовал все отведенное мне время, то это противоречило бы нашим принципам». То есть даже использовать много времени, слишком много времени, это неуместно. И я собираюсь выступить, кратко сказал он, «Необходимо медитировать на пустоту, и когда ты осознаешь пустоту всего, то в конечном счете эта пустота тебя освободит». Затем мы вышли в туалет, в уборную, и мы стояли над унитазами в кабинках, и я думал, «Понимаете, что мы делали?» Рядом со мной стоял другой выступающий, и он спросил меня, «Ну, а что ты думаешь об этой лекции, об этом выступлении?» Я ответил ему, «Ну, я хочу почувствовать себя пустым, потом отвечу». Но в конце выступления этого буддиста я стал ему аплодировать ладонью одной руки. Это известная тема в дзен-буддизме, в чан-буддизме. Двух хлопка одной ладонью. Так вот, есть предложения этих разных школ философии, которые, по сути дела, они говорят, «Наслаждайся этим миром, пока ты жив». Другие говорят, «Необходимо просто отречься от этого мира, отказаться от него, и тогда ты будешь свободен». Так они решают проблему боли, которую мы испытываем. Но Бхактивенов говорит, «Теперь я понимаю, что в этом есть смысл». Смысл их пропаганды в том, чтобы отделить тех, кто несерьезен по-настоящему в своем поиске сознания Кришны, от тех, кто ищет чистую преданность. Таким образом, косвенно эти философы оказывают служение. Это косвенное служение. Так вот, с точки зрения Прабходананды Сарасвати, мир полон нескончаемой радости. Но как же в Агавад-Гите, кто-то может спросить, Кришна говорит, «Этот мир временный, и он полон страданий». Временный, полное страданий, место. А теперь Прабходананды Сарасвати Такуру утверждает. Окей. Видите, он положил конец страданиям. Прабходананды Сарасвати Такуру думает, «Нет, Вишвонг Пурна-Сукхая-те, весь мир полон экстатической радости для него». Но у кого есть восприятие, видение, у кого есть подлинное восприятие того, что происходит, а у кого есть у Прабходананды Сарасвати Такура или у того, кто обманут, веден в заблуждение модусами материальной природы. Седьмой песни сказано, «Тот, кто веден в заблуждение тремя модусами материальной природы, гунами». И что говорит Кришна? «Райя – это над этими модами, Арджуна». Речь идет исключительно о точке зрения восприятия. Мы говорим «самбандадьян», «установление взаимоотношений». Иначе говоря, это правильная точка зрения. Как ты осматриваешь, воспринимаешь реальность? Когда Махапрабху видел его преданные играли в воде, в пуре. Это была одна из их игр. Это такая игра, когда Адвейта Ачарья, который есть, Маха Вишну, он лежит на воде, и Махапрабху лежит на нем, плывет, и все играют, как дети, спутники Махапрабху. Рамана Амдару и принимает в этом участие. И кто играл вместе с ним? Сарва Баума. Я не все припомню, но когда он видит, как великие преданные играют, то Махапрабху в определенный момент говорит, «Это неправильно. Они ведут себя, как малые дети. Скажите им, это же все серьезные ученые. Если люди увидят, что они так и зваться и шалят, они должны вести себя как взрослые». И один из его преданных сказал, «Почему ты это говоришь? Если одной капли своей Кришна-премы достаточно, чтобы затопить все мироздание, можно затопить горы, всю Вселенную, Кришна-премы, но эти двое подобны холмам, и они танцуют в экстатической радости божественной любви, поэтому они так играют. Это неудивительно, не должно тебя удивлять. Но истина в том, что высшие преданные живут в этом измерении, это следует помнить. Когда вся Вселенная затоплена Кришна-премы, благодаря играм Махапрабху, они живут в этом измерении, но они стремятся поделиться этим с другими. Так Шрила Прабхупад жил во Вриндаване, он мог просто оставаться там, и он мог быть счастлив, живя сам по себе, наслаждаясь Чайтания-Чаритамритам, наслаждаясь Шримат-Бхагаватам, святым именем Кришны. Нам говорят, «Байшна-васу парадукха-духи». Он думал, «Это нечто настолько удивительное и прекрасное, а другие люди лишены этого явления. Поэтому они страдают, по этой причине, потому что они лишены этого явления». И люди говорят, «Нет, нет, мне просто нужна хорошая работа, если у меня будет достаточно денег и достойное место для жизни и какие-то достояния, то я буду счастлив». Это неправда. Хочного понимают, какова действительность. Первопричина – страдания. И они хотят связать сердца людей с сознанием Кришны. Почему это волны? Потому что в разных частях мира происходит накопление Сукрити, оно достигает той стадии, это накопление, когда коллективное Сукрити людей в определенной области, когда достигается точка взрыва, происходит бум сознания Кришны, люди начинают интересоваться сознанием Кришны. Даже в современной Кремниевой долине говорят, «Будущее уже здесь, но оно не распределяется, разрушено равным образом». Нечто в этом роде. Существует точка, где Сукрити аккумулируется, происходит взрыв, и существуют области, где Сукрити накапливается. Это волна. Где-то коллективное Сукрити накапливается, происходит прорыв, и люди эту волну воспринимают и становятся затронуты навсегда этой волной. и затем эта волна устремляется в другом направлении, и там достигается точка взрыва, и возникает феномен заинтересованности в сознании Кришны. Мы можем приписать это накапливанию и проявлению коллективной Сукрити. Поэтому мы видим волны то в одной части света, то в другой части света, в разные эпохи. Как называется эта страна? Если из Одессы вы хотите поехать в Молдавию, в Молдову, можно поехать либо в Объезд, либо по Крыму. Как называется эта страна? Приднестровье, Приднестровская народная республика. Однажды в Томске я выступал на утреннем телевизионном шоу, и мы были в таком расслабленном состоянии, интервьюерша спросила меня, а каковы масштабы распространения сознания Кришны? Я спросил, вы знаете эту страну, Приднестровье? Все россияне ее знают, но я не уверен, как произносится это название. Приднестровье, не признанная территория, самоправосглашенная государство, но если вы туда едете, то там есть визовый пункт, вы должны платить за визу, мы могли бы основать свою собственную страну. И я спросил, вы знаете это, Приднестровье? Да. И вот я рассказал я в том эпизоде, когда чиновник, который выдает визы, Приднестровье, увидел меня и немедленно воскликнул, Харе Кришна. Если вы хотите знать, сказал я журналистке, насколько широки масштабы распространения сознания Кришны, то знайте, что о нем знают даже в странах, которые не существуют. мы знаем, когда Махапрабху, после того, как принял саньяс, Кахан-Кришна-Прананат-Мурли-Вадан, Кахан-Карун-Кахан-Пан-Бриджендра-Нандан, он безумно блуждал поиска Кришны. И его состояние, ментальное состояние, было подобно состоянию ребенка. Есть три стадии. Внешнее сознание, так называемое, но не подразумевается внешнее сознание в нашем смысле. Это значит, что Махапрабху до известной степени сознает события внешнего мира, полувнешнее, полувнутреннее и полностью внутреннее. И он блуждал в гопи-бхаве во внутреннем сознании. И постепенно разошлась молва, и следует помнить, боги и богини нисходят в этот мир, и другие. Сотни тысяч людей, шла за Махапрабху. И он в экстатическом состоянии пребывал, и иногда слезы катились из его глаз, подобно ганге. Он падал на землю иногда по сто раз за час. Иногда он останавливался, и дрожь возникала в его теле. Ашта-садвикабикат, все экстатические симптомы чистой любви Кришны являлись в его теле одновременно, и сто тысяч человек шли за ним. И Рупа Госвами и Санатан Госвами, они пребывали инкогнито в тот момент. Они служили правительству в качестве советников, Наваб Хусейну Шаху, главе государства, мусульманин. И Наваб Хусейн Шах спросил Рупа Госвами, как ты думаешь, кто такой чайтанин Махапрабху? За ним идут сто тысяч человек, и, похоже, им никто за это не платит. И Рупа Госвами ответил ему, можно по-разному понять, кто он такой и что он представляет, Махапрабху, с точки зрения священных писаний, с точки зрения экстатических симптомов и состояний, которые он демонстрирует. Но, сказал Рупа правитель, ты представитель Бога на земле. Почему бы тебе не спросить себя самого в глубине сердца, в глубинах сердца, спроси себя, как ты думаешь, кто такой Махапрабху? И правитель ответил, я думаю, то, что описано в Коране о Верховном Господе, он и есть тот самый Верховный Господь, который не зашел. Таким образом, по-своему, он мог что-то воспринимать, он воспринимал Божественность Махапрабху. То была волна. Тур Махапрабху по Южной Индии был волной, когда он шел по лесу Джарикханда, и слоны, и тигры танцевали. Гуру Махарадж говорит, его вибрация, та вибрация Кришна-нама, которую он создавал, была настолько тонкой, что дикие звери — это души, тело тигра. Это одежда, так сказать, для дживатмы. Раджасичная одежда в гуне страсти и тамасы, с примесью саттвы. Это толстые оболочки, муравьёв с крыльями. И дживатма говорит, Шримад Бхагавадгита оживляет и тело слона, и тело маленького. Как называется это насекомое? Вы знаете, о ком я говорю? Они похожи на муравьёв с крыльями. Одно и то же дживатма оживляет тело этого крошечного насекомого, и тело тигра, и тело слона. Но это очень толстые покрытия оболочки, телесной оболочки сознания. И Кришна-нама, хапрабху, пронзал все эти оболочки, проникал сквозь них и достигал измерения атмы, и атма начинала достигала своего изначального положения, даже по-прежнему, находясь в телах тигров и слонов, они начинали петь и танцевать. Петь и танцевать. И слоны ревели в экстазе. Когда в Индии, вы знаете, что в Индии по-прежнему есть дикие слоны. Я думаю, они есть и здесь, может быть, не по соседству. Но дикие слоны живут и в Таиланде, и в Индии. Так вот, в Бенгале есть места, где вы видели рисовые поля, есть места, где люди варят пиво под открытым небом. Я не знаю, следовало мне это рассказывать русским. Но вы понимаете, о чем я говорю. Есть огромные пруды, искусственные пруды, наполненные пивом, где пиво ферментируют, не в железных, в чанах, а в водоемах. И иногда к таким местам приходит группа диких слонов и выпивает все пиво. И тогда начинается Москва. Они сходят с ума, они начинают все рушить, крушить на своем пути. Когда группа пьяных слонов заходит в деревню, они просто все сметают, потому что они опьянены. И представьте, когда Махапрабху шел по Джарикханде, то он объединял слонов Кришна-намом. И слоны ревели, в экстазе тигра танцевали и пели, воспевали Кришна-нам. И помощник Махапрабху был просто потрясен. он видел это все, наблюдал своими глазами впоследствии. Гуру Махарш говорил, некоторые преданные, когда встречались с Махапрабху, они говорили ему, «Я слышал о твоей Джарикханской компании». И он делал это, не пытаясь. Это происходило само собой. Он был просто погружен в глубины своего безумия. и даже когда он видел в джунглях спящего тигра, он как в джив-джагу, он шлупал его по морде, и тигр просыпался, и Махапрабху призывал его петь Кришна-нам, и тигр начинал это делать. И слуга Махапрабху думал, «Боже мой, что происходит? Теперь он бьет спящих тигров». Но тигр просыпался и начинал безумно петь и танцевать. Это еще одна волна. Велиカсна! Гринзlar Продолжение следует...